Всем привет! С вами Ирина и продолжаем наш марафон новых орхидей. Сегодня у нас снова зигопиталум. Если вы не видели предыдущее видео марафона, переходите по ссылке сверху или снизу в описании под видео. Внизу я оставлю все ссылки на этот наш странный марафон новых орхидей, который появился из-за того, что недавно я зашла в магазин продуктовый и купила 7 новых орхидей. И решила показать их вам каждую в отдельном видео, потому что каждый есть что посмотреть. Эту орхидей, как и остальные, покупала в Морткао Фиата Деке за 3,92. Для меня это новый вид орхидей. Мне еще предстоит с ними научиться дружить. И вот то, что я сейчас вижу, для меня вообще новинка какая-то. Это из бульбы. Растет бульба? Или как? Или это так кажется? Интересно. Ну, в общем, вы поняли, я пока ничего в них не понимаю, но буду разбираться и надеюсь, что и орхидеям понравится у меня жить, и я к ним приловчусь. Здесь как-то в ней совсем мало грунта осталось. То ли он вытрусился по дороге, то ли он и был таким пышненьким. Видно, что она уже цвела. Бульбочки такие, в принципе, довольно плотненькие, но видно, что сморщенные, подсушенные. Хотя вот это вот еще плотнее, такая большая бульба. Новых ростиков не видно. Видно только сорнячки на поверхности. Да. Надеюсь, это был просто паучок когда-то. Видите, паутинку оставил. Скоро мы их будем пересаживать и рассмотрим все поподробнее. Ну а сейчас рассмотрим цветочек. Вот такой красивый. Меня он привлек тем, что он большой. Ага, паутинка. Вот она где, паутинка зарыта. Ай-яй-яй. Видите, этот красивый экземплярище. Мучнистый червец. Придется обработать все новые орхидеи. И цимбидиум, который рядом с ними стоял всю ночь. Вот оно что. Так, но он пока один. Надо его снять. Вот это вот гадость. И очень внимательно теперь просмотреть всю орхидейку. У меня уже однажды бывал мучнистый червец от коронки ананаса, которую я решила укоренить. Но когда я увидела, что именно из него лезут червицы, я ее выбросила. Все остальные орхидейки, конечно, обработала. И, в принципе, он довольно быстро ушел. Не знаю, что это было. Просто точка или мелкий червец. Но видите, как нужно очень внимательно следить. Там прямо логово. Вот тут вот под цветоносом. Я очень часто здесь вижу в магазинах, к сожалению, что прям вся оранжерея заражена мучнистым червецом. И все орхидейки стоят, и по ним ползают червецы. Я посмотрю, что у меня есть. По-моему, октары я обрабатывала в прошлый раз. И она очень даже хорошо сработала. Ну, а крупные экземпляры нужно удалять сразу, не отходя от кассы. Конечно, его еще помою хорошенько под душем. Возможно, даже вытрушу сразу из горшка. Посмотрим. Вроде так нигде не видно больше, только в цветах. Возможно, он заразился именно на полках магазинных. Только, может, сверху. В общем, посмотрим. Обрызгаю октарой, и не один раз придется такую обработочку сделать. Минимум пару раз. Но от этого червеца довольно быстро, в принципе, избавиться. Так вот, вернемся к цветочкам. Смотрите, какой он огромный, во-первых. То, что меня поразило. Во-вторых, прям почти черный. Черный с салатовыми такими кончиками. И такая фиолетовая большая губа. В общем, это самый крупный экземпляр из двух зигапиталумов, которые вы уже видели недавно. И вот у него еще будет один бутончик. Если он распустится, а не отсушится. После обработок всевозможных. Я все еще смотрю, пытаюсь высмотреть, есть ли где-то еще. Нужно его хорошенечко подстроить душа, промыть, чтобы всю эту гадость вымыть. А потом уже обработать. Так что, вот такой сюрприз. И вот, смотрите. Хотела спросить, может кто знает. Видите, вот точки. Несколько точек таких. У меня на цимбитиуме тоже такие есть. И что бы это могло быть, я не знаю. Вроде бы никаких букашек не видно. А такие точки появляются. Так что, если вы вдруг знаете, напишите, пожалуйста, что это может быть за точки. Просто в центре черненькая, вокруг чуть-чуть желтенькая. И все-таки маленькие точечки на листочках иногда попадаются. Ну что ж, друзья, побежала я обрабатывать всю эту красоту. Так что, на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения, цветущих орхидей, без каких-либо букашек. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok